Девушки отдыхают Гордую страну окутала восхитительная прибалтийская тишина, изредка нарушаемая мелодичными звуками языков еврограждан. Однако мы столкнулись с непредвиденной проблемой. Во-первых, под угрозой суровых штрафов и наказаний русские начали больше писать по-русски, преимущественно на стенах и на заборах. Содержание надписи категорически не нравится ни еврогражданам, ни нашему коренному населению. Могу процитировать. Нет, спасибо. Во-вторых, да, русские теперь не могут сказать ни слова, но они так страшно молчат, что местные жители боятся выходить на улицу. Но и это еще не все. О, боги, что же еще? Страшное молчание русских заставляет нас подозревать, что там, внутри головы, они думают. Как? Как? По-русски. И что они там думают? Весь ужас в том, что это невозможно узнать. Однако история показывает, что если русские начинают думать, они потом обязательно что-то придумают. надо запретить русским думать. Тем более по-русски. Подумал, штраф. Два раза подумал. Тюрьма. А вы что думаете, господин Карлис? Ситуация чрезвычайно сложная, госпожа Гунтис. Это может привести все наше государство к полному краху. Однако решение есть. Мы узнаем, что русские думают у себя в голове по-русски. Если опять разрешим им говорить по-русски? Нет. Я понимаю вашу реакцию, коллеги. Но будьте хитрее и дальновиднее. Мы заманим русских в ловушку. Давайте обучим русскому языку всех проживающих в нашем государстве еврограждан. А потом разрешим русским говорить по-русски. С этого момента мы будем знать все, что они думают о нас в своих головах по-русски. Тайное станет явным. Отлично, Карлис. С завтрашнего дня откроем по всей стране ускоренные курсы русского языка. Для еврограждан в обязательном порядке нельзя дать русским думать слишком много. Мы снова их переиграем. Премия, господа! Всем премия!